Добрый день, уважаемые ребята! Начинаем разборы текста олимпиадных заданий 11 класс. Посмотрим, что у вас получилось, что не получилось, какие требования предъявляли составители заданий к вашим ответам. Я буду демонстрировать на экране сами задания, чтобы немножечко вы вспомнили формулировку. Итак, максимально у вас было количество баллов установлено 110. И по каждому заданию мы с вами сейчас пройдемся и определим эталоны ответов. Итак, первое задание было связано с определением утверждений искусствоведа-ритератора Шемшурина по поводу критики текстов Брюсова. Данные интересные, с точки зрения Шемшурина, прочтения постмодернистского текста Брюсова, которые, как ему кажется, решат некими сочетаниями трудными для восприятия. Итак, снов и мира, слов и дум, но ясен и прекрасен и ароматами мяты. Вот я воспроизвела тот элемент, который будет выставлен в качестве анализа, в качестве вашего рабочего материала. Причем, обратите внимание, в начале каждого задания дается вводная, которая позволяет вам настроиться на анализ тех или иных языковых единиц. Вот ваша была задача внимательно вчитываться в вот это вхождение к основному заданию. Ну а дальше непосредственно вопросы. Справедливо ли Шемшурин критикует Брюсова? Вы можете не знать, кто кой Шемшурин. Это не суть была важна. Главное, чтобы вы обратили внимание на какие-то особенности, именно фометические особенности, которые, наверное, лежали в основе критики или непонимания. Этого искусствоведа. Итак, вопрос, справедливо ли Шемшурин критикует Брюсова? Вы четко и ясно ответили несправедливо и за это получили один балл. Если вы вдруг решили пуститься в некие размышления литературовического характера или какие-то приводили аргументы, опирающиеся на смысл, на сематику фрагментов, это все не учитывалось, это все было, может быть, интересно и замечательно, только не имело отношения к непосредственному вопросу. Итак, один балл за то, что не является справедливой. И объясняем, почему. Ну, потому что Шемшурин в случае выделенных чуть выше опирался не на произношение, а на письменную запись. И вот за это понимание один балл. Далее аргументация строилась с учетом внимательного взгляда на... Ну и понимание вообще-то уровня фонетики, какие там законы функционируют. Вы могли написать следующее, что в примере А А в литературном произношении В оглушается, ну, как доказательная база. Из-за этого вы получаете один балл. В примерах Б и В Ясен, И прекрасен ароматами и мяты. И произносится как И. А за это получаете один балл. А согласный перед ним не смягчается. За эту, вроде бы, простую добавку вы тоже получаете один балл. Итак, за особенность произнесения И и на отсутствие смягчения перед ним за это все получаете два балла. Далее. О двусмысленности. А вот Если произносится И, то перед ним пауза возникает. Но вот на нее как раз Шемшурин и не обратил внимания. Поэтому двусмысленности как раз не наблюдается. Итак, за указание на то, что если произносится И, то перед ним пауза, но ее не отмечает Шемшурин, то есть он забыл об этом, Это один балл. Таким образом, за первое задание, за первую часть, вы получаете 6 баллов. За вот эту первую часть 6 баллов. Дальше вопрос, связанный с смягчением, с возможным смягчением согласного в предлоге. И аргументацией, если она у вас таковая будет. Данные 4 примера. К игуане, к европейцу, к эпилогу, к ягуару. Ну, за указание смягчения оно тут может быть. Как вы видите, к европейцу, к ягуару в этих случаях происходит смягчение. Одно слово отметили, один балл. Если два слова отметили, еще один балл, всего два балла. А вот теперь почему? Ну, смягчение у нас происходит перед согласным звуком И. Тут можно было вспомнить, что Е это и Э, а Я это и А. Вот о том, что смягчение перед согласным И, это один балл. А то, что смягчение не перед гласным, еще один балл, то есть всего два балла. Итак, за второе задание максимально вы получаете 4 балла. Задание первое, 10 баллов. Ну, по первому заданию в основном работы были выполнены на 70-60%. К сожалению, 3 работы, 3 учащихся совсем не приступили к выполнению первого задания. Не смогли проанализировать, не смогли ничего написать, либо написали, дали просто литературовический анализ предложенных текстов. Переходим ко второму заданию. Второе задание у нас посвящено раздела словообразования. Вы работаете со словом прочувствованный, прочувственный, который фиксируется в тексте XIX века. Да, он обязательно контекст, ведь я даже сама произнесла уже на современный лад. И вас просят восстановить словообразовательную цепочку, которая ведет к этому слову. А дальше пошли конкретные задания. Вот конкретный вопрос и конкретный должен быть ответ. Что означает слово прочувственный? Это значит исполненные чувства, заключающие в себе большое чувство, исполнен искренних и добрых чувств. Вот за это определение, ну не обязательно в такой формулировке, в которой я воспроизвела, а чтобы смысл был понятен, за верное описание значения 1 балл. Какое значение имеет приставка? Тут ее совсем нетрудно было увидеть. То приставка имеет значение полноты действия, доведенной до предела. Действия, доведенного до предела. Полноты действия, доведенного до предела. Вот если такое у нас значение правильно указано, то это 2 балла. Итак, за первое задание вы сразу могли получить 3 балла. Второе задание. Если мы предположим, что данное слово прилагательное, вот тут нужно было обращать внимание на вот эти уже допуски, которые уже начались в задании. Предположим, прилагательное. Потому что там дальше будет предположим причастие. Предположим, прилагательное. Почему невозможно образовать его от слова «чувственный», используя модель, по которой образовано выделенное слово в примере 2. Вот «просоветский». Ну, наш ответ должен, конечно, начинаться от слова «советский-просоветский». То есть модель «советский-просоветский» не может быть использована. Это мы должны точно сказать. И за это мы сразу получаем 1 балл. А дальше объясняем. Потому что приставка «проф» имеет другое значение. То есть действие в чьих-либо интересах. А за формулировку значения приставки еще 1 балл. Итак, за эту часть мы с вами можем получить максимально 2 балла. Почему слово «прочувственный» невозможно образовать и от существительного чувства? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Смотрите, мы все время с вами работаем в системе словообразования, поэтому все время акцентируем свое внимание на приставочку. Приставочка «про». Видите, мы о значении говорили и в первом случае, и во втором. Приставочка «про» в значении полноты действия, то есть доведение до предела, используется только при образовании глаголов. Пример «жарить» – «прожарить». Вот за указание на то, что приставка «про» в значении полноты действия, доведение его до предела, используется только при образовании глаголов, 1 балл. Третья составляющая. Смотрите, опять идет. Предположим, что данное слово – это причастие. При образовании причастия мы будем считать словобразовательным процессом, от какого глагола могло быть образовано слово «прочувственный». Аргументируйте свой ответ. То есть если мы предположим, что данное слово действительно причастие, то причастие «прочувственный» может быть образовано в глаголе «прочувствить». Прочувствить. Но такого глагола не существует. То есть «прочувствить» вот именно за этот глагол 1 балл. За указание того, что этого глагола не существует – 2 балла. Вот с этим заданием практически никто не справился. Потому что писали «прочувствованный». Вот добавляли этот «ован». Четвертое составляющее слова «прочувственный» является результатом изменений у нас. Поэтому мы постоянно с ним работаем. Оно неоднозначно трактуется в языке. Поэтому просят у вас «предположите», как могло быть образовано. Раз нам давали с вами тут модель, представьте, что это прилагательное. Дальше. От существительного, от причастия. Значит, а вы как думаете, у нас спрашивают. Ответ следующий. Это результат изменения причастия «прочувствованный», которое образовалось от слова «прочувствовать». Это 1 балл. Под влиянием прилагательного «чувственный» тоже 1 балл. На что также указывает полная синонимия слов «прочувствованный» и «прочувствованный». Прочувствованный и «прочувствованный» синонимия. Вот за указание на синонимию 1 балл. Итак, за четвертое задание максимально 3 балла. От причастия, влияние прилагательного и синонимия. Всего за это задание вы получаете 8 баллов. Задание было не очень сложным, но оно требовало четкости и точности в восстановлении словобразовательных связей. За вторую часть, вернее, за второй блок вы получаете 8, а всего за все задание 11 баллов. Третье задание. Третье задание. Очень интересным было задание, но для, допустим, проверяющих оно было немножко формальным. То есть вы должны были очень четко, исходя из... Третье задание. Исходя из оставленных пропусков, очень четко, точно поставить подходящие единицы. Почему я сказала, что для проверяющих было не очень таким интересным? Ну, потому что есть совпадения, мы оцениваем. Нет, не оцениваете. Не оцениваем. Здесь не было каких-то зон для вашего объяснения, понимания, чтобы мы, ну, увидели, как вы умеете анализировать. Ну, с другой стороны, и те, кто, допустим, справился с заданием, кто сразу увидел эту задуманную, это задуманное существительное, у него это задание получилось достаточно быстро, красиво и легко. Оно должно было быть так получиться, если бы человек схватил это существительное. Именно поэтому шесть практически работ у нас имеют по этому заданию ноль баллов, потому что размышлений нет, нужна точность, а с точностью что-то там не сложилось. Итак, в русском языке есть корень, представленный различными фонетико-фонографическими вариантами, от которых образовано большое слабообразовательное гнездо. Заполните пропуски, подбирая исторически родственные существительные, содержащие этот корень. А дальше, вот дальше нужно было не через «как кажется», а именно попасть как нужно. Итак, одно из существительных с этим корнем называется «человек живущий уединённо» это отшельник. Здесь у нас стоит отшельник. Здесь у нас проходимец и прохожий. Четвёртый называется тот, кто был до нас предшественник. Трудно перевести на иностранные языки «пошляк». Другое туриста «походник». Вот «пошляк» и «походник» нашли единицы из пишущих. Два существительных без приставки. Первый называется «человек», который можно встретить в суде. «хадатай». Дальше «хадок». В церкви это «прихожанин». Ну, а в тарелке «пришелец». Кто-то понял буквально через еду. Два существительных называются «не очень здоровых людей» «даходяга» и «сумасшедший». Причём могли поменять местами, это неважно, учитывалось всё. Ещё одно существительное используется для именования человека, который, как отмечает Даль, говорит женщинам комплименты. Ухажёр. Ну и к аристократам вот здесь практически все справились «превосходительство». Ну, здесь знание истории, литературы вам помогло. За каждый верно заполненный пропуск по одному баллу. Ну, а так как всего 14 пропусков, то, соответственно, 14 баллов. Ещё раз говорю, это абсолютно вот у нас был такой формальный элемент проверки. Ну, попали, не попали. Как справились с этим заданием? Ещё раз хочу объяснить. Не очень хорошо. Это связано с сразу непониманием или невозможностью выстраивания вот этих связей с родственных существительных. Хотя некоторые зоны, если почитать, могли бы и в общем-то догадаться и что-то потом восстановить. И с любого элемента можно было начать это всё восстановить. Не обязательно с первого. Обычно такие задания не предполагают знания истории, литературы, географии, истории искусств. И вот здесь можно было где-то что-то даже от последнего, от аристократа, нужно было уже наверх подниматься. Так, четвёртый вопрос уходит своими корнями в историческую грамматику, хотя она не такая уж и глубокая история, а здесь умение анализировать, сопоставлять. Опять, обратите внимание, всегда есть вводное. Вот есть вводное, есть образец, из которого если проанализировать, можно вытащить эти глагольные единицы. Итак, первый вопрос. Вы должны были записать современный инфинитив глагола в совершенно инфинитив, а также дать его исторический вариант. Ну, я не знаю, с чем было это связано, но почему-то все практически с первым заданием справились. Практически все написали вынуть, вынимать, ну, исторический вариант вынять. Завынуть, вынимать по одному баллу, завынять полбала, максимально два с половиной балла за это задание. Были, конечно, единицы, которые вдруг решили работать через такие слова, как тащить, вытягивать, не знаю, через синонимы что ли пошли. Так, по второму заданию, по второму заданию необходимо было привести в качестве примера однокоренные глаголы. Обратите внимание, написано три. Кто-то писал четыре, пять, кто-то два. Вы хоть десять могли написать, к сожалению, учитывалось только три элемента, потому что поставлено ограничение полбала за каждый однокоренной глагол, то есть всего полтора балла. Какие у вас могли бы тут глаголы исторические входящие в круг уже указанных? Занять, понять, снять, принять, внять, унять, перенять и так далее. Варианты корня. Здесь, кстати, увидели эти варианты. Варианты могли быть либо я или ня, вынять, я ня, то есть или или, или им или ним вынимать тоже по баллу и корень им, то есть в слове вы ему вы приставка у окончания вы ему вы ему вот им его не все увидели. Чаще мы встречали в работах хорошо так определенный корень ним или корень ня. Итак, за каждый корень по одному баллу, то есть либо я, либо ня один, либо им, либо ним один, либо им один. Максимально за это задание четыре с половиной балла. Здесь полтора и здесь по одному. Так, дальше. Дальше опять же в вопросе содержался маленькая подсказка. Под влиянием каких факторов могло произойти фонетическое изменение основы глагола? Какого глагола? Ну, того, которого вы нашли в первом задании, а не просто глагола. Почему однокоренные глаголы не испытали такого изменения? Ну, модель ответа и критерии этого ответа таковы. Фонетическое изменение основы произошло под влиянием глаголов совершенного вида суффикса ну со значением однократного действия, например, стукнуть. Из-за этого вы получаете 2 балла. Глагол вынять относился к совершенному виду. Вот за это важное замечание еще 1 балл. Далее. Отсутствие изменений в однокоренных глаголах могло быть связано с акцентологическими причинами, то есть с особенностями ударения. в отличие от других приставок приставка вы имеет ударный характер и перетягивает на себя ударение. Ну, как следствие, корень «ня» в безударной позиции испытывает фонетическую редукцию, что привело к изменению гласного. Вот за указание на то, что приставка «вы» имеет ударный характер и перетягивает на себя ударение, «один балл». За указание на то, что корень «ня» в безударной позиции испытывает фонетическую редукцию, что привело к изменению гласного, еще два балла. Нет, ну, вы там писали, может быть, не так красиво формулируя законы. Кто-то, может быть, забыл термин, кто-то описывал это явление таким образом, что в безударной там позиции происходят качественные изменения, приводя качественные изменения, фонетические изменения, кто-то этот ред, до конца редукция не написал. Мы все это зачитывали как правильное видение процесса. Есть процессы, некие процессы, которые приводят к изменению гласного, но, видно, забыл, пишущий, что такое редукция. Ну, мы в данном случае посчитали, что это был правильный ответ на вопрос. будем надеяться, что составители заданий примут наше решение также. Итак, за второе задание, за второе задание под цифрой 2 у нас идет, максимально вы получаете 6 баллов. И последняя часть была связана с уже, это как бы был естественный вывод из всего того, что вы сделали в этом задании. Вы должны были показать, правильно поставить устаревшие формы, других у вас быть не могло, кроме, в первом случае выему, не выну, не вынему, а выему, а в предложении Б выемет только в таком виде. И тогда за каждое слово получали по одному баллу, всего 2 балла. Итого, за второй блок, вот за этот весь второй блок, первое, второе, третье задание, за этот второй блок вы получали 12,5 баллов, всего по заданию четвертого максимально 15 баллов. Как выполнили это задание, еще раз отмечу, 0 баллов, по-моему, нет ни у кого, как-то попытались все-таки справиться. С первой частью справились практически все благополучно, вот эту первую часть, все практически увидели вот эти глаголы, ну, а дальше у кого хватило понимания исторических процессов, у кого хватило времени для анализа, ну, такие результаты вы и показали. Вопрос пятый. Вопрос пятый связан с определением или с работой по новому анализу предложения. Как вы уже видите, не в одном задании, уже и в нескольких сначала вас знакомят с тем минимальным объемом теории, который позволит вам выполнить задание. в данном случае вводится понятие тема рема, вы могли знать этого, кто-то может не знать, но на простых примерах, на иллюстративном материале вам показали, что такое тема, что такое тема, что такое тема. Причем особенность вот этой теории, которая была показана, она состоит в том, что тема рема отработана на уровне простого предложения. Вот понимание того, что это можно и в сложном предложении, при этом могут влиять на смещение темы ремы и какие-то другие факторы, это уже вы должны были до этого дойти сопостоятельно. Итак, задания, вопросы и задания были следующие. Вас даны два предложения, завтра придете, крокодила кормили, и вас просят проанализировать и написать, почему они не вполне корректны с точки зрения коммуникации, начинает новое сообщение со слова частицы то. Модель ответа должна быть такая, что частица то в данных предложениях выполняет выделительную функцию, выделяя определенное слово, то есть завтра или крокодила, она указывает на то, что каждому из предложений предшествует контекст обсуждения. Вот за то, что то имеет выделительную функцию один балл, за то, что эта частица отсылает предшествующему контексту еще один балл. Ну и дальше вы можете тут ответить еще, что частица то обычно используется в теме. Вот то, что обычно используется в теме, за это тоже один балл. Итак, за это задание три балла. Второе задание также даны предложения, но это уже сложные, сложно подчиненные предложения, и вы должны определить, где каких рема будет в главной части, в каких в предаточной. Судя по формулировке, понятно, что тема чаще всего бывает в главной. Итак, какие у вас модели ответа? Что в предложениях три, пять и семь рема содержится в предаточной части, а в предложениях четыре, шесть и восемь в главной. Вот за верное распределение два балла. При наличии ошибок сразу ставится моль баллов. За объяснение, объяснение такое, что в четвертом, шестом и восьмом предложениях часть в том-то и относится к теме, это один балл, и на это указывает частица то, тоже один балл. Всего два балла. За указание на то, что слово дело, ужас и вопрос являются ремой один балл. Всего за это задание у вас пять баллов. Ну и третья часть выводила вас на уровень такого интенсивного оформления предложения с предаточным и с яснительным. Рем обычно в предаточной части. Это уже можно было и понять из предыдущего задания. Укажите два способа, с помощью которых можно изменить предложение. Я знала, ну я сейчас, видите, трудно прочесть мне сразу сделать вам подсказку, но прочту с одной интонацией. Я знала, что ты покормил крокодила. Ну, прочту с одной интонацией. вот именно с такой. Ну и дальше можно изменить предложение так, чтобы Рима приходилась на главную часть. Количество и порядок слов внутри оставляем без изменений. Это очень была важная добавочка. И у нас было с вами несколько способов. Первый способ это выделить интенсивно главную часть. «Я знала, что ты покормил крокодила». Да, за интонационное выделение один балл. Ну, и второй способ это можно было переставить местами главную предаточную часть и предложение. Чтобы ты покормил крокодила, я знала. Более того, некоторые использовали даже не запятую тире, но, в общем-то, такое тоже имело место быть в пунктуационном оформлении. За перестановку частей предложение один балл. За перестроенное предложение, чтобы ты покормил крокодила, я знала один балл, что ты покормил, то есть там внутри. Значит, всего получается у нас три балла. Три балла. Итак, максимум за пятое задание один из баллов. Пятое задание выполнили в общем-то, к нему приступили практически все, ну, один только человек решил не выполнять это задание, ну, видно, спасовал. Неплохо группировали на тему рему вторую часть и увидели перестановку. Полностью, ну, так справиться полностью с заданием не смог, к сожалению, никто. Вопрос шестой связан с, еще раз, с анализом. Вот очень много заданий, связанных с выяснением причин, принципов, группировки, то есть поиском каких-то особенностей. и вот даны отрывки из произведения русской литературы. Нетрудно увидеть, что все время все крутится вокруг одних и тех же в пять лет, в свои пять лет, в пять лет. Вопросы, лингвисты по-разному делят эти предложения. Один предлагает одну классификацию, другое-другое и конкретно задание по этому заданию, по этой группировке. Какой принцип выделил лингвист D и как он распределил предложения по группам? Укажите основания для каждой из групп, опираясь на этот принцип. Ну, вот тут нетрудно увидеть. Вот лингвист D и вот здесь в формулировке задания уже написано описал семантический принцип. Уже была подсказка. Ответ такой. Значит, к первой группе относятся предложения 1-4-5 1-4-5 ко второй 2-3-6 2-3-6 Вот за верное распределение по группам 1 балл. Если при делении на группы допущена хотя бы одна ошибка 0 балл. по по какому принципу. В первой группе оборот в 5 лет описывает промежуток времени. Его можно заменить на в течение 5 лет за 5 лет. Во второй оборот в 5 лет указывает на возраст человека. У заказа указания на то, что разделение происходит на основе значения оборота в 5 лет. То есть такой выделенный принцип. Это 1 балл. За указание на то, что в первой группе оборот в 5 лет описывает промежуток времени. То есть оборот можно заменить не в течение 5 лет. За 5 лет 1 балл. За указание на то, что во второй группе оборот в 5 лет указывает на возраст человека 1 балл. Итак, за первое задание всего можно получить 4 балла. Второе задание формулируется следующим образом. Какое предложение может быть отнесено к обеим группам «Аргументируйте ответ?» Еще раз смотрим предложение. Пример 5. Я же обещаю вам, что в 5 лет он научится немного немецкому языку и литературу. Пример 5. Можно однозначно отнести к какой-то невозможно однозначно отнести к какой-то одной группе за указание на то, что это невозможно сделать однозначно 1 балл. Ну и верная аргументация здесь предлагается следующее. Опять мы размышляем над значением, что оборот в 5 лет может значить и в возрасте 5 лет, и в течение 5 лет, а имеющийся контекст не позволяет принять однозначного решения. за вот примерно такое объяснение еще 1 балл. Итак, за второе задание мы получаем максимально за второе задание получаем 2 балла. Третье задание. Укажите какой группе или каким группам следует отнести пример 7, объясните свое решение. И начали меня попрекать всем, даже куски, которые я в 5 лет съела, и те, кажется, пересчитали. пример 7 может быть отнесен к обеим группам, и за ответ этот категоричный сразу 1 балл. Ну и объясняем, что в 5 лет может также значить и в возрасте 5 лет, и в течение 5 лет, и за такое объяснение еще добавляем 1 балл, всего 2 балла. Итак, за третье задание всего 2 балла. И четвертое задание, уже некий глист F возникает, и он предлагает подумать над какими-то другими предложениями, которые почему-то не допускают двоякого понимания, а какое-то предложение допускает, предполагает неоднозначность. И он хочет узнать вот почему это происходит. Ну, оборот в 5 лет, описывающий промежуток времени, вообще предполагает, что он зависит от глагола. который обозначает длительное действие или процесс, имеющий начало или конец. Это 2 балла. Сразу мы получаем за такое понимание привязки оборота к глаголу. Итак, предполагает этот оборот зависимость от глагола, обозначающего длительное действие, процесс, имеющий начало и окончание. И это мы с вами вообще-то наблюдаем в примере 10. Вот привязка конкретная есть как раз в примере 10. За это получаете 1 балл. А в примерах 8 и 9 здесь однократное действие или некое состояние, оно не привязано к какому-то времени. Это 1 балл. Итак, за объяснение зависимости значения глагола и связи его с оборотом или наоборот зависимости оборота значения глагола за вот эту привязанность по действию мы получаем максимальное объяснение 4 балла. Итак, за это задание 12 баллов. Шестое задание 12 баллов. Шестым заданием приступали все, пытались все работать, но два человека вообще не справились с этим заданием. То есть все их объяснения были на уровне так некрасиво или так удобнее или так приятнее для прочтения, но это не лингвистическое объяснение. Дальше седьмой вопрос связан с анализом фрагмента за роман Достоевского «Бесы». И вот конкретика в заданиях дала достаточно жесткую оценку и конкретно конкретные были баллы распределены без дальнейших объяснений, предположений, нескольких подходов, потому что формулировка задания была достаточно жесткая. Нас интересует вот слово «РАСТРЕС». Какой гласно может произноситься под ударением в выделенном слове? Конкретный вопрос, конкретный ответ. Либо О, либо Э. По одному баллу. Всего два балла. И так, и так могли написать. Далее конкретный вопрос. Приведите начальную форму выделенного слова и его начальную форму в современном русском литературном языке. Еще раз обращаю внимание на это слово. Итак, начальная форма этого слова если ее восстанавливать по и она если посмотреть на данный текст, то она будет «РАСТРЕСТИ». РАСТРЕСТИ. Тогда это еще один балл. Всего два балла. То есть то, как здесь написано, «РАСТРЕСТИ». Раз он «РАСТРЕСТ». Третье задание. Укажите причины, по которым возможна такая рифма. В нелитературные формы типа «РАСТРЕСТ» возникает в результате сочетания двух обстоятельств. это либо совпадение безударном слоге после мягкого согласного гласных на месте буквы «Е» и «Я», так называемых этимологических «ЭАДА». Вот за это указание это два балла. Далее второе обстоятельство это наличие глаголов, у которых в корне без ударения в инфинитиве произносится «И». А под ударением в форме мужского рода единственного числа прошедшего времени произносится «О». Ну, опишется «ЕЁ». Итак, инфинитив «НЕСТИ» прошедшее мужское единственное «НЕС». Вот, «НЕСТИ» «НЕС». Ну, вот за указанием на наличие глаголов, у которых без ударения произносятся «И» под ударением «О». Это три балла. За указание на аналогию с глаголами типа «НЕСТИ», то есть за примеры, да, это два балла. И всего за вот это задание, за третье вы могли получить семь баллов. Максимальное количество баллов по заданию седьмого одиннадцать. с последним заданием вот с этим практически справились единицы. Вот, ну, здесь были попытки, поэтому какие-то баллы все-таки заработали. Заработали. С начальной формой тоже были попытки ее вывести, но не увидели, что есть действительно литературное написание этого слова через «Я» и то, что, в общем-то, восстанавливается из текста. И последнее задание, восьмое, связанное с анализом исторического текста. Это стандартное задание, которое всегда присутствует на олимпиадных заданиях, на олимпиадных уровнях и вот среднего до высшего. Лингвист, филолог, он должен работать не только с современным текстом, он должен обязательно уходить в историю, чтобы как-то прогнозировать будущее, нужно смотреть в историю. Дан текст, и даже не текст, а предложение, обязательно есть примечание, которое позволяет войти в сложные какие-то обороты или понять какие-то особенности наполнения единицами. Далее там есть еще примечание в конце для выполнения задания. Вот объяснение, да, у нас вот обязательно есть. Итак, что необходимо было выполнить в этом задании. Это задание оценивалось очень высоко. За это задание максимально можно получить было 26 баллов. 26 баллов. Вначале нужно было разделить данные ниже слова на две группы в зависимости от значения корней. Какие это были группы? Ну, прежде всего, это была первая группа. Это значение множества, большое количество. и сюда у нас попадает предложение А. И мы обязательно здесь отмечаем слово многоголовый, пишем, да, и записываем, или тысячеголовый, сюда и то, и то пойдет. И в эту же группу попадает предложение В. Тоже со значением множества, большое количество. И заполняем зону многочисленные. Вторая группа, группа значения темный, степанитка. Значение темный, ну, темно-карие. Здесь темно-карие. Таким образом, первое слово из текста, вот оно, первое слово, относится к первой группе значения множества, получается, большое количество. Не темное, а много. И за верно указанное значение за верно определенные группы по одному баллу, за верно указанное значение по тоже одному баллу. И за верно соотнесение с группой тоже один балл. За верно указанное значение корня в каждой группе, а в каждой группе могли выделять еще это токмад матмачи выделять эти корни по пол балла. Поэтому всего за первое задание вы получаете 6 баллов. Во второй части нужно было восстановить слова, которые имеют определенное значение. Тут настолько было много подсказок, что практически справились все со второй частью. В первом слове написано кочерга, здесь кочерыжка, здесь кочка, и поэтому практически у всех здесь по одному баллу. А вот слово кочевник заимствованным корнем вызвало у учеников сомнение. Но может быть и поэтому оно еще так высоко оценивается двумя баллами. Итак, за второе задание вы получаете максимально 5 баллов. Третья часть нашего варианта связана с подбором устойчивых выражений. Ну, в первом случае предлагается вариант наводить тень на плетень, второе оказаться в затруднительном положении, можно там попасть в переплет. Ну, и в Древней Руси мастер по плетению оград это был все-таки плотник. Вот за каждый верно заполненный пропуск по одному баллу всего. За третье задание тоже 3 балла. Четвертое задание также связано с заполнением пропусков. В первом случае у нас идет слово четвертое надо было посмотреть в контексте и понять. Ну, тут несложно даже без контекста увидеть. Некоторым было сложно подобрать синоним. К сожалению, в четвертом задании не поняли, что это слово сверкание. А вот Кузнечика почему-то а может быть и не почему-то как раз Кузнечика все вспомнили, что это сверчок, но почему-то от сверкания видно, это была дистанция огромного размера. Сверчок. Так, далее за четвертое задание по одному баллу за верно заполненные пропуски максимально два балла. В пятом задании подходим к пятому слову. и необходимо было заполнить тоже пропуски с этим словом. И хочу сказать, что вот с этой частью задания практически все справились благополучно, потому что было много подсказок и со стороны значения, и со стороны грамматических характеристик и выхода в сообразовательной цепочке на результат процесса, на абстрактное существительное. Итак, это были слова чистый, чистить, очистить, очищение. за каждый верно заполненный пропуск по полбала, всего два балла. Ну, а дальше нужно было указать все-таки переносное значение, которое реализуется в этом контексте. Значение, которое реализуется в этом контексте. Прямое значение это очищение, освобождение от ненужного, вредного, лишнего. переносное это блеск, поскольку речь идет об освобождении меча от ножен или о блеске начищенного или приготовленного к бою оружия. Поэтому за верно указанное прямое переносное значение слова полбала, прямое полбала и переносное полбала, за верное объяснение возникновения переносного значения, то есть за версию то есть по полбала за версию. То есть там могло быть несколько подходов, кто-то через очищение души шел. За верные заполненные пропуски, как я сказала, по полбала, поэтому пятое задание у нас работает на максимально 4 балла. Шестое задание знакомит вас с небольшой теорией. Напоминаю вам возмущение Ломоносова об ошибках в употреблении депричастия. Видите, боль такая звучит в его строках. И конкретный вопрос. Возможно ли согласно рекомендации облавоносного современным законным нормам используя при переводе данного вам предложения депричастия, объясните свой ответ. Значит, ответ следующий. Депричастие при переводе дательного самостоятельного сейчас я еще раз вам теорию покажу. Дательного самостоятельного возможно только в том случае, если субъект депричастного оборота и самого предложения совпадают. А вот у Ломоносова написано, что депричастие должно в лице согласовываться с главным глаголом личным. В данном для перевода предложения субъекты разные. Вот за указание на то, что депричастие при переводе дательного самостоятельного возможно только в том случае, если субъекты депричастного оборота и самого предложения совпадают один балл, в данном для перевода предложения субъекты разные один балл. Всего два балла. Ну и конечно самые такие интересные варианты ваших переводов, которые были в седьмом задании. Еще раз возвращаю вас к предложению. Вот предложение. Перевод следующий. Когда множество кочевников подошли к Царьграду, кто-то мог написать Константинополю, император увидел сверкание оружия и блеск мечей, бегущих к городской стене. Ну, переводов не бывает одних, но мысль должна быть направлена или там движение должно быть связано с единым посылом, кто куда подошел, кто где стоял и кто к чему пришел. Когда множество кочевников подошли к Царьграду, император увидел сверкание оружия и блеск мечей, бегущих к городской стене, что мы иногда могли видеть при переводах. Ну, даю прямо ссылки на работы. Тьма кочевников, нашедших Царьград, увидели цесарей текущих к городскому плоту сверкающих оружием и миновавших очищение. Ну, в таком потоке сознания порой трудно разглядеть мысль, там понятно пойдет как ноль, да, или там, почему-то там решили, там кочевники к нашей столице подошли, но, а там нет противопоставления, но царь подошел к краю города, сверкая оружием и душой. Ну, вариантов было много, интересные были подходы к анализу, вернее, к переводу этого предложения. Самое главное для оценки перевода были такие опорные слова, что оплот, но все-таки это стена укрепления, ну, это вот должно звучать один балл, да, там, нашедший, ну, верная передача смысла слова все-таки нашедший, один балл. Верное понимание словосочетания сверкания оружием, блеск мечей, они зависят от, конечно, глаголов, увидел, да, от глагола увидел, вот за это тоже, ну, полбала было. За верное понимание того, что фрагмент там бегущих или там идущих, неважно, городской стене зависит от словосочетания сверкания оружия, блеск мечей еще дополнительно оценивался. Ну, и, конечно, за верный перевод оборота дательно самостоятельный тоже добавлялся один балл. Ну, всего за перевод было 4 балла, а общее количество 26 баллов. Ну, вот мы с вами проанализировали, вернее, про... вспомнили, что вы написали, я вам рассказала, какие были критерии оценивания, какие должны были быть модели ответа. Могу сказать, что задание, самое сложное задание для выполнения для 11 класса это задание под номером 8, вот это последнее наше. Далее, задание 7, больше всего вызвало сомнение, 7, и задание 3, почему-то вызвало большие вопросы, и там больше всего у нас таких не низких баллов. Задание 3. К сожалению, задание, самое первое задание тоже, самое первое задание тоже не удовлетворило нашим ожиданиям. Мы все-таки думали, что все, что основано на поиски каких-то интересных сочетаний, интересных, вы понимаете, здесь можно было поразмышлять, можно было дать какие-то свои мысли, но только из области фонетики, мы, к сожалению, здесь не увидели. Что в заключении я хотела бы вам сказать, что составители заданий приложили уровни выполнения заданий для мониторинга. Задание считается выполненным, если полученные участникам баллы составляют более 60% максимально возможных баллов, которые можно получить за решение данного задания. Задание считается частично выполненным, если полученные баллы составляют от 30% до 60% от максимально возможных баллов, которые можно получить за решение данного задания. И задание считается невыполненным, если полученные баллы не превышают 30% от максимально возможных баллов, которые можно получить за решение данного задания. Ну, еще раз осмыслите, посидите, подумайте, вспомните, какие вы давали ответы, что мы должны были здесь увидеть, прочесть, и что было заложено составителями заданий. Я хочу вам пожелать успехов, какой бы вы результат не получили, это большой, важный этап в вашей жизни, важное преодоление себя, поиск себя. У кого будут достойные результаты, может быть откроются новые возможности, у кого что-то не получилось, не отчаивайтесь, 11 класс, настраивайтесь на выпускной экзамен ЕГЭ, умейте концентрироваться, и пусть в этом году у вас у всех будет удача. 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 Удача.